Спорт в двух измерениях. Детский фиджитал-турнир «Будущее за нами» прошел в Минске. Он посвящен 80-летию ГУВД Минго-рисполкома. На стадионе «Динамо» собралось более 7 тысяч человек. В соревнованиях приняли участие воспитанники подшефных милиций и военно-патриотических клубов, а для зрителей подготовили интерактивные площадки, выставку робототехники, дрипп на спорткарах и показательные выступления. В таком формате мероприятие мы проводим впервые, потому что сегодня мероприятие совмещено киберспорт и реальный спорт. И мы видим, что в этом году в три раза практически больше ребят. Люди сюда идут, дети идут. Самое главное, что наша молодежь сегодня в этом заинтересована. И наши патриотические клубы, они подают пример всей молодежи Республики Беларусь. А мы, органы внутренних дел, сделаем все для того, чтобы безопасность была обеспечена, чтобы дети смело ходили в школу. Главная цель подобных мероприятий – напомнить детям о правилах безопасности, ведь скоро летние каникулы. А сделать это лучше всего в игровой форме. Спортивная подготовка также важна. Для участия в турнире собрались ребята из военно-патриотических клубов всей страны. Они сразились за звание лучших сразу в двух измерениях. Оффлайн – это полоса препятствий, футбол, страйкбол и многое другое. И онлайн – компьютерные игры, симуляторы, королевская битва и шутер. Я состою в военно-патриотическом клубе «Шторм». Я вступил в этот клуб, потому что считаю, что я должен быть на защите своей Родины, должен поддерживать и должен быть патриотом своей Родины. Я участвовал в номинации, играл в «Косго» и также в «Лазертак». Наша команда шла очень хорошо, мы выигрывали, но так сложилось, что чуть-чуть не получилось, проиграли, не дотянули. Чего расстраиваться, все равно еще все впереди, даже скоро еще выиграем. Я состою в военно-патриотическом клубе «Наследники Фрунзе». Поступил сам в основание его. Ну и просто нравится военная тематика. Лично я приехал сегодня играть в фифу и в футбол. Я состою в клубе «Честь». Я вступила туда, потому что хотела определенно дисциплинироваться. У нас проходят занятия по строевой подготовке и, соответственно, на этих занятиях мы все дисциплинируемся. Мы играли в игры «Дота-2», «Контер-страйк», также играли в футбол, баскетбол. Конечно, мы сначала волновались очень сильно, но после, когда победили, конечно, чувство гордости, чувство победы было. Фиджитал-турнир не только напомнил о правилах безопасности и позволил посоревноваться участникам военно-патриотических клубов, но и сплотил ребят и дал возможность найти новых друзей. Дарья Шманкевич, Александр Шурмелев, агентство «Минскновости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова